Вот и настал этот долгожданный момент. Сегодня я впервые буду летать на своем квадрокоптере. К первому полету я тщательно готовилась, прочла инструкцию по эксплуатации, посмотрела видеоуроки и даже прошла практический инструктаж. К выбору места тоже подошла со всей ответственностью. Я пришла специально сюда, в музей под открытым небом Пирогова. И на это есть две причины. Первая, это, конечно же, безопасность. Я долго думала, где впервые поднять свой квадрокоптер. И подумала, что здесь просто идеальное место. Здесь огромная площадь. Сегодня вторник, практически нет посетителей. Я буду предоставлена здесь сама себе. Здесь нет никаких высоких зданий абсолютно, нет металлических конструкций. То есть я надеюсь, что никаких помех здесь мне не будет, потому что для первого полета я считаю, что это очень важно. И вторая причина. Именно на этом месте ровно год назад я решила, что мне необходим квадрокоптер. Я приехала сюда на велосипеде, снимала тут видео, и как раз над этим тыном я ела вишни. И в этот момент здесь делали подсъемки, снимали на квадрокоптере. Я так понимаю, это снимали для шоу Маска, подсъемки для персонажа Коза. Потом я уже зимой это увидела по телевизору. И тогда как раз выезжали гримвагены, эти съемочные. И они так летали надо мной. Я подумала, а с квадрокоптера была бы намного масштабнее, красивее. Картинка... О боже, это квадрокоптер полетел. Мне, кстати, тоже нужен квадрокоптер. Поэтому я решила, что это символически. Где я задумала приобрести себе квадрокоптер, здесь я и реализую эту мечту уже в жизнь. Совершу свой первый полет на квадрокоптере. Я его откалибровала, скачала приложение, привязала. В общем, осталось его только завести, ну, вставить сюда телефон, завести и поднять, собственно, и полететь. Просторы здесь просто бескрайние. Летай не хочу. Надеюсь, спутники и GPS будут в порядке. Полетели. Запускать дрон можно двумя способами. Вручную или воспользоваться функцией автовзлет. Главное поставить его на ровную поверхность, отвернуть от себя, отойти примерно на метр и посмотреть, чтобы над головой не было проводов. Я решила запускать вручную. Ничего сложного в этом нет. Нужно просто свести джойстики и все. Перед первым запуском дрон выдал мне предупреждение проверить правильность установки пропеллеров. Но с ними все в порядке. Это просто такая мера предосторожности. Я решила сразу его высоко не задирать. Посмотрела, как он зависает в воздухе. Попробовала покрутить камерой. Чтобы понять, как вообще работает управление. Так, немного я взбаумошно, мне кажется, поднялась. Полетела. Развернулась. Отвернулась. Со стороны поведения дрона выглядело немного неадекватно. Это, кстати, можно заметить на карте полетов. Это вообще моя самая любимая функция. Прям свой персональный флайт-радар. Кто не в курсе, это сайт, на котором можно в реальном времени наблюдать за положением самолетов, отслеживать их траекторию движения. С квадрокоптером такая же история. Можно посмотреть все свои полеты. На карте для удобства обозначена точка взлета, чтобы знать, куда возвращаться. В общем, управление квадрокоптером напоминает компьютерную игру. Такой себе летный симулятор. Собственно, это вообще мой первый полет на квадрокоптере. Скажу откровенно, я так особо ничего не поняла. Плохо ориентировалась, потому что экран смартфона бликовал на солнце. Очень яркое солнце. Тут сейчас полдень. И вообще я не видела, что мне там пишут. Какие-то подсказки. Так я что присматривалась, присматривалась. И мне было сложно ориентироваться по композиции кадра, что там показано. Я вообще ничего не видела, что там происходит на экране. Так, на обум я за них смотрела. Ага, ну нормально, деревьев нет, зданий нет. Ну полетели. Вот в таком духе. Просто подняла его, может, метров на 30. Пролетела метров на 50. Покрутилась, поднялась, опустилась. И посадила его в поле. Фактически в бурьяны. Ну нет, не посадила в бурьяны. Я сумела его перенаправить на дорогу. Он сел нормально, все с ним, все хорошо. Не дождалась того момента, когда он сам начнет садиться. Начала что-то его там смыкать, дергать. И он начал все равно садиться. И я все равно, короче, посадка была мягкой, но немножко такой нервной для меня. Ну, хочу сказать, что ни одного удачного кадра я, наверное, не сняла. Но удовольствие я получила колоссальное от самого процесса. Надеюсь, в будущем будут и удачные кадры какие-то у меня получаться с высоты. В основном панорамные кадры, которые я использую в этом видео, это уже снятые во время моего второго полета. Всего в небе я провела сегодня минут 15. И за это время я даже еще не успела понять, какой джойстик за что отвечает. Ну, единственное, я запомнила, что поднимать нужно вот этим вверх, вперед, значит, это вверх он залетает, соответственно, вниз опускается. По-моему, этим право-лево, вперед-назад, а если этим в сторону, то он начинает крутиться. Ну, и камера вниз-вверх, вот это колесико. По-моему, раз я забыла включить камеру. Ну, в общем, это уже не столь важно, потому что мне было самое основное сегодня это проверить, что он технически исправен, что он видит спутники, что он находит точку домой, что он с пультом как бы сопряжается, да. В принципе, все хорошо. Гудит, конечно, так он знатно, знатно гудит. Такой он был горячий, сейчас уже немного остыл. Я попробовать хочу еще раз. Вообще, хорошенькая игрушечка, скажу я вам. Хорошенькая, но дорогая. У меня квадрокоптер DJI Air 2S. Обзор на него и распаковку можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку вверху, внизу, как обычно, если интересно. Посмотрите. Фантастика. Просто неимоверно. Я до конца даже не осознаю всего этого масштаба. Это очень круто. Еще посмотрим, какой будет картинка. Ну, я думаю, с полноматричным объективом, с картинкой будет все хорошо. Я пошла набираться опыта. А вы подписывайтесь на мой канал. И ждите новых видео с высоты птичьего полета. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ПО ТВ